Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Лоди Свет. И сегодня, в канун праздника 23 февраля, мы с мужем решили немножко поразвлечься. Ну и дела некоторые справить в Санкт-Петербурге. Сейчас он меня высадит, я буду ходить по магазинам, покупать подарки, может быть что-то для сада-огорода, может для поздравления мужчин. В общем, немножко отвлекусь от дома. А Борисыч поедет по делам своим, а потом вернется ко мне. Ну, в общем, вот такой сегодня у нас день. Я вот сюда еду, в Мега-Дыбенко, буду ходить по магазинам и снимать вам видео. Ну, свой променад начинаю с Ашана. Вот посмотрите, какие красивые тут колбы, вазы, вазы на ножки. Много подарков для мужчин. Вот лук-сивок, ну это я думаю в Аби еще зайду куплю. Букеты, все к праздникам готовится, к 8 марта, к 23 февраля для мужчин сделаны подарки. Вот для садоводов. Немножко по-другому все в Ашане. Я хочу изменить свой букет домашний. Мне вот необходимо будет выбрать какие-то цветы, но не в эту поездку, еще не могу определиться. Букет у меня большой, осенний, хочу вот такие пионы. Но мне надо очень высокие и на высоких ножках. Ну, ножки я, может, и сама удлиню для большой напольной вазы. Вот красивые, вот эти красивые. 340 рублей одна штука. Ну, минимум надо 5 в букете. Это, конечно, и то мало для большой вазы. Вот. Может быть, составлю какую-то композицию из разных цветов. Вот еще гортензии нравятся. Гортензии. А, 325 рублей. Ну, цвет у этих гортензий такой не очень. Так что вот. Букеты такие, цветы, то есть такие, тоже не дешевые. Вот красивые. Вот даже один цветочек. Вот такой стоит 277 рублей. Тюльпаны нежные, красивые. Так сделано, прям вот как настоящие. Листья и цветочки. Посмотрите, 164 рубля. Розы. Вот такие. Очень много различных горшочков. Кашпо. Всех цветов радуги можно выбрать. Ну, в общем-то, кто что захочет. Подарки для мужчин. Ну, вот банные принадлежности. С разными надписями. Что вот для бани, видите, веники. Всякие отдушки. Масла эфирные. Для ребяток, мальчиков. Вот всякие тоже игрушечки. Вот такие. Для охотников, рыболовов. Тормоза, кружки, подушки. Ну, естественно, полотенца. Подушки, пледы. Паковки красивые. Футболки с надписями. Ну, и всякие принадлежности мужчинам. Это косметические. Бритвенные. Всякие разные другие. Ну, вот Ашан я посетила. Вот мои покупки. Два целых пакета. Ни много, ни мало. Но тут даже кое-какие подарочки прикупила ребятам. На праздники. А сейчас еду обследовать Аби. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так пионы. Травянистые пионы. Посмотрите уже с какими почками. Мне вот люди пишут, что теперь делать. Делать надо или выбирать вот такой, держать в холодильнике, или терпеть и не покупать пока, что очень сделать трудно. Цена у него 249. В принципе, очень даже приличная цена. Ну, я имею в виду дешевая цена. Обитель богов. Названия какие красивые. Небесная парча. Огненный шар. Вот начнешь в каталогах, точно не найдешь такого сорта. А чьи-то пионы? Чьи-то пионы? Китай. Разведено в Китае. О, Боже. В Китае пионы. Розы. Всякие-всякие-превсякие. 149 рублей. Ну, вот кимоно. Красивая, кстати, роза. А она произведена в Латвии. Как они выглядят? Вот такие. Чуть-чуть на почках некоторые. Вот там, видите, почки. А некоторые в этом воске выглядят хорошо, без почек. Если держать в холодильнике, так как снега нет, я обычно зарываю, то, может, можно что-то и купить. Декоративные кустарники, сирени, бузина черная. Я вот тоже себе заказала бузину. Вот какие сирени, всякие разные. Всякие. Сюда пройдусь. Что это? Будлея, наверное? Да. Будлея, которая у нас, к сожалению, не вырастет. Дерен, лох, дуб, липа. Вот сколько. Декоративные кустарники. Цена у всех разная. 390-490. Бересклет, который сейчас чувствует отлично себя у меня на клумбе. Вот он как выглядит. Эмерал голд. Желтый. Вон он какой уже большой. Он, в принципе, не боится. Вот брусника. Вон, видите, там уже цветет. Скоро с ягодами будет. Азалия. Рододендрон. Жимолость каприфоль очень-очень живая. Посмотрите. Ну как вот, сохраните ее еще. 299 рублей. Будлея, конечно, красивая. Но лопчатка 299 рублей. Ну такие что-то сухарики, что-то отходят. Вот здесь и вообще уже все. В общем, навезли всего много. Там вот дальше. Плодовые всякие разные. Голубика. Смородины. Всевозможные. Виноград. Крыжовник. Смородина белая. И все это стоит, значит, 220-199. Везде скидки. Орех лесной. А, фундук кавказский. Вот как называется. Малина. Вот смородина. Посмотрите, как выглядит красиво. Жимолость. Вот, тоже зацветет скоро. Крыжовник. Крыжовник какой-то такой, не внушающий доверия. Гладиолусы. Вот стоимость. Но это не один, это 6-7 штучек. Здесь 7. Так. Здесь вот уже даже и прорастают. Где 6, где 7. В общем, вот такая цена. Ну, вот этот, наверное, будет... А, он и стоит дороже. 249 рублей. 6 штук. Ну, по типу шоколадницы. Здесь более изысканные сорта. И вот, смотрите, уже какие. И цена совсем другая. Намного дороже. Ну, все красивые, глаз не оторвать. Лилии. Вот 3 штуки 99 рублей. Одна штука 129 рублей. Одна 99 рублей. Тоже 99. Вот такие цены на лилии. Клубневые бегонии. 169 рублей. 269. 269. Ну, и надо посмотреть качество. А вот 269, их 3 штуки. Ну, что вам хочу сказать. Так и не понять, живы ли они или нет. Сухие, но упругие. Ирисы. 199, 179. Еще и со скидкой. Хосты. Слышишь? 300 это. Хосты, в принципе, стоят достаточно недорого для хостов. 200 рублей. И это нормальная цена. Притом, можно что-то выбрать. Нам не надо, да. Борисыч ко мне вернулся. Так что, сейчас эта лавочка быстро свернется. Контроль. И георгины. Тоже цена разная. 169, 149 рублей. Ну, и 219. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Не сухие ли? Нет, корень не сухой. Ростков нет. Ну, допустим, там любой. Сейчас пиздец. Да, хорошие корни. Такие твердые, упругие. Вот какой смешной. Вот эти уже 349, 249. Вот так. Дешевого нет ничего. Вот здесь скидка 69. Почему-то надо что-нибудь выбрать. Борисыч будет выбирать креслица мне или себе. Все хотим, да? Кому ты будешь? Мне выбирать? Нет, мне. Такое. Вместо отдыха определить и купить такое кресло. Но пока что-то не можем выбраться. Вот это мне не понравилось. Ну, и вот все, что я находила сегодня. Потом поподробнее вам расскажу. А пока вот так выглядит это в корзине. Решили пообедать. Зашли в такой ресторанчик, который называется... На парах. Вот так он называется. На парах. Симпатичный очень. Борисыч заказал салат с креветками и соусом юзу. А что такое соус юзу? Расскажите нам. А? Деревенским людям. Грейпфрутовый. Грейпфрутовый? Дерпкий вкус, как у грейпфрутовых. С мандариновыми нотками. С мандариновыми нотками. Ну, что сказать. Интеллигентно. Красиво жить не запретишь. А я заказала салат Цезарь. Вот цены. Вот такие цены. Вот салатик. Ещё заказали пельмени. Вот пельмени. Вот такие самолепные. Наверное, вкусные. И ещё вкусный-вкусный. Вкусный-вкусный напиток. Где у нас напиток? Булочки ещё вот такие будут. Три горячие. И напиток. Это чай облепиховый. Вот такой. Облепиховый имбирный чай. Давайте нам рассмотреть салат с соусом Юзета. А, там креветки, видите, этот. Грейпфрут. Ну, а у меня вот такой салат. Порция большая. В красивой-в красивой посуде. Вот такая подача пельменей. Самолепные пельмени. Со сметаной. На пенёчке. Салатик очень вкусный. У меня его, Борисыча. Чаёк имбирно. Какой у нас? Имбирно-облепиховый. Видите, ещё и апельсинчик. Покупки сделаны. Погуляли. И теперь с Богом едем домой. Хорошей нам дороги. Субтитры создавал DimaTorzok